Ещё сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно». Кто такой младший сын, который взял часть имения и расточил? Это мы с вами. Вспомните, в молодости у нас было отличное зрение, нам не нужны были очки. Вспомните, в молодости у нас были крепкие ноги, нам не нужны были костыли. Вспомните, в молодости отменное здоровье. И всё это нам дал Бог. И мы расточили всё это, живя неправильно, живя распутно. Расточили иногда настолько, что почти потеряли самих себя. И это ужасное состояние, когда человек теряет самого себя. И, живя распутно, этот сын пришёл в полное оскудение и в полный упадок. Златоуст пишет «Итак, этот блудный сын представляет собою образ падших после крещения». Оказывается, этот блудный сын – это христианин. Почему Златоуст так считает? Потому что у Него есть Отец. И у нас есть Отец Небесный. Как Христос говорит «Я открыл им имя Твое и научил нас молиться, обращаясь к Богу со словами «Отче наш». Мы, как христиане, получили от Бога значительно больше, чем неверующие, это безотцовщина неверующая. Нам Господь давал откровение, познание о себе. Мы приступали к святым таинствам. Но потом кто-то оступился и ушёл в сторону. Поэтому Златоуст пишет «Итак, этот блудный сын представляет собой образ падших после крещения». А что он означает «падших после крещения», видно вот откуда. Первое. Он называется сыном. А сыном никто не может назваться без крещения. Он и жил в Доме Отеческом, то есть в церкви. Получил долю во всех отеческих имуществах. А прежде крещения нельзя воспользоваться отеческим достоянием, не получить наследство. Таким образом, всё это указывает нам на общество верных, то есть верующих. Притом блудный сын был братом, живущего честно, а братом не мог быть без духовного возрождения. Оказывается, эта притча не про твоего неверующего соседа. Оказывается, эта притча не про моего неверующего соседа. Она про христианина, который имеет и отца, и наследие от отца, и дом имеет, который принадлежит отцу, и в котором он имеет особое положение. Но он всё расточил, всё потерял. Как это происходит? Это происходит тогда, когда мы теряем первую любовь. Как сказано в Апокалипсисе, «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». Вспомните, когда мы пришли в церковь, кто-то впервые пришёл, какие горячие молитвы мы произносили перед Богом, какие обеты мы давали Богу. Какой прекрасной была наша первая исповедь! Как очистила она нас нашими же слезами! Первое осмысленное причастие, первое прочтение Библии! Мир открывался для нас заново, всё новыми и новыми красками. В одной книге я читал, что один мужчина был слепорождённый. Он вообще родился слепым. Но хирурги смогли вернуть ему зрение, когда ему было уже лет пятьдесят. А он не имел представления о том, что такое видеть. Когда его спрашивали, что такое видеть, он говорил, это дотрагиваться, не трогая. Он не мог объяснить. И когда зрение открылось, он увидел солнце, он упал на колени и благодарил Бога за такую красоту. Он проходил мимо цветов на лужайке, он упал на колени, благодарил Бога за эту красоту. Он мог нюхать только эти цветы, мог только чихать от теплоты солнца. А тут он созерцал эту красоту. Увидев красивое дерево, он благодарил Бога за эту красоту. Действительно, мы многое получаем от Бога, но не всегда сохраняем это многое. Напротив, теряем, живя беспечно и распутно, уже будучи православными христианами. И мы читаем далее. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. А что это за та страна? Это мир, мирская жизнь. Некоторые возвращаются к мирской жизни. И пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Бог тебе дал всё. А что тебе даст дьявол? Он тебе даже свиней не даст. Он тебе даже не даст то, чем кормят свиней. Златоуст восклицает. Запомни это твёрдо. Тот, кто отвергся благочестия, не получает наслаждения от удовольствий мирских, но обрекается на бедность и испытывает недостатки, не находит в себе удовлетворения даже и в тех пороках, каким предаётся. Когда христианин, есть такой образ резкий, как бы возвращается на свою блевотину, некогда вымытый, и возвращается на свою блевотину. – это очень печальное состояние. И хотя он возвращается ради того, чтобы пережить греховные чувства молодости, а он уже не получит ни удовлетворения, какое он получал, будучи неверующим. Наоборот, это будет приносить ему несчастье, его жизнь потеряет смысл. Потому что подлинный смысл жизни человека заключается во Христе и со Христом. Мы кто-то или что-то во Христе и со Христом. И мы никто и ничто вне Христа. «Придя же в себя, сказал, сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». А кто такие наёмники? Это не искренние верующие, но они всё-таки ходят в храм, молятся, Господь о них заботится. А этот был сыном и всё расточил, живя распутно. Но он принимает решение. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою». На самом деле, это очень важно, когда человек знает, что надо делать. Мы об этом беседовали. Евангелие о Закхее, Евангелие о блудном сыне, Евангелие о мытаре и фарисее. Закхей – самый плохой человек в городе, но он искал видеть Иисуса. Кто он? Мытарь и фарисей. Мытарь – это не прихожанин, это какой-то захожанин, который даже не знал, как молиться, но он бил себя в грудь. А блудный сын – самое слабое звено в собственной семье, но он принимает правильное решение. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против тебя, против неба и пред тобою». Может быть, ты самый плохой человек в городе, как Закхей, может быть, ты самый плохой прихожанин, как мытарь, может быть, ты самое слабое звено в своей семье, как блудный сын, но если ты принимаешь решение вернуться к Отцу Небесному, он не прогонит тебя, он не оттолкнет тебя, он говорит, приходящего ко мне не прогоню его вон. Златоуст пишет, «Возвращусь добрым туда, откуда ушёл на зло, вернусь к Отцу моему, Творцу, Владыке, Попечителю и Промыслителю, возвращусь к тому, который давно ждёт и готов принять возвращающихся к нему». Удивительные слова, и мы читаем 19 стих. Прочитаем вместе с 18. Итак, он говорит, «Встану, пойду к Отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, в нашем случае, уже не достоин называться христианином. Прими меня в число наёмников твоих, встал и пошёл к Отцу своему». И мы можем представить с вами те чувства, которые наполняли его сердце, когда он шёл к Отцу своему. Он не рассчитывает на много, он готов стать наёмником во дворах отца, свинопасом готов стать, кем угодно. Он не знает, примет его Отец или нет. И мы, иногда, впадая в тяжёлые грехи, не знаем, а как удастся ли нам восстановить отношения с Богом такими, какими они были до того или иного падения, осквернения. Но мы читаем далее. Библия – это книга жизни, она учит нас, она раскрывает характер Бога, показывает подлинное намерение Бога относительно нас. И пока блудный сын идёт к Отцу, мы читаем, и когда он, то есть блудный сын, был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Бог видит тебя и меня. Бог видит каждое живое существо. Помните, я приводил такую красивую притчу. Если по чёрной чёрной скале чёрной чёрной ночью ползёт чёрный чёрный муравей, Господь знает откуда, куда и зачем он ползёт. Бог видит твои сомнения, Он видит твои переживания, Он видит твою скорбь. И мы прочитали, что когда этот блудный сын был ещё далёк от отца, далёк от порогов церковных, увидел его отец его и сжалился. И побежал ему навстречу. Бог бежит навстречу к человеку. Творец вселенной спешит навстречу к человеку. Как нищий он стоит под дверью твоего сердца и стучит. Как сказано в апокалипсисе, «Се стою у двери и стучу! Се стою у двери и стучу!» Кто творит? И вот он, побежав, отец, пал ему на шею и целовал его. Отец заключает блудного сына в объятии отче. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». Отец как бы не слышит его. Смотрите по тексту. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил. Мы действительно умираем в грехах и оживаем Божьим прощением. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Действительно, радость среди ангелов на небесах об одном кающемся, радость отца, облудном сыне, который вернулся в дом отчей. Это непостижимое ликование торжество, радость женщины, которая нашла потерянную монету, радость Бога, что ты сегодня не бегаешь где-то там, по рынку, по магазинам, а ты пришел в храм, и торжество православия заключается в том, что ты возлюбил Слово Божие, читаешь Слово Божие, изучаешь Слово Божие, участвуешь в богослужениях церкви и в святых таинствах. И что происходит далее? Старший же сын, вернулся младший сын, но там был старший, вполне приличный молодой человек, который никуда не убегал из дома отца, образцовый прихожанин, который не покидал общину. Старший же сын его был на поле, то есть он занят трудом. Поле – это, может быть, нива благовествования, которое уже побелело. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Что значит принял его здоровым? Он не мог быть здоровым, расточив все и все и Само Божье прощение исцеляет нас, освобождая от тех язв, которые дьявол наносит нам в результате греха. Он, казалось бы, должен порадоваться за младшего брата, но что происходит? Он осердился и не хотел войти. Отец же его выйти звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка? Он же сказал ему, отец говорит ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надо радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Блаженный ироним предлагает такое объяснение. А о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и так будем надеяться, что и мы, сделавшиеся мертвыми через прегрешения можем ожить через покаяние. В настоящей притче находится сам сын. Подобно тому, как в прежних притчах приносится назад заблудшая овца и обретается потерянный драхма, все три притчи заключаются одинаковым окончанием пропадал и нашелся. Чтобы посредством различных уподоблений мы уразумели одну и ту же мысль о принятии грешников. Конец цитаты. То есть Бог пока мы живы имеет какое-то намерение относительно каждого из нас и мы даже знаем это намерение. Сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры. Да, мы все пропадали, мы все блуждали в стране далече, мы были духовно мертвы, нравственно и морально мертвы, но силой и благодатью Христа мы стали тем или чем, чем мы стали. Поистине. Тот, кто пропадает, может быть найден. Тот, кто умер нравственно и морально, может быть воскрешен. В этом сила Слова Божия. Христос воскресил четырехдневного Лазаря. Лазарь, выйди вон! Христос силен воскресить твою и мою душу для новой жизни в Боге и с Богом. И вот эта глава, пятнадцатая глава, Евангелие от Луки, несколько притч подряд, притча о пропавшей овце, притча о потерянной Драхме, притча о блудном сыне, три притчи и один вывод. В Боге мы можем обрести всё, даже если мы уже потеряли себя в этой жизни, даже если мы уже пропали. Он может найти нас, воскресить нас и возрадоваться о нашем спасении. Спасибо всех, Христос! 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 Продолжение следует...